Итак, сейчас я предлагаю поговорить о идее создания на базе проекта «Философский штурм» некоторого сообщества по взаимному цитированию. Взаимному чему? Цитированию. Цитированию? Ты меня уважаешь? Да, по взаимному цитированию. Зачем это нужно и что это такое? В самом деле у нас сегодняшний день победила концепция эффективного менеджмента, с помощью которой пытаются управлять в том числе и наукой. Что это значит? Для того, чтобы дать кому-то деньги и поставить на какой-то высокий пост, ты должен человека оценить, насколько он, например, состоятельный как ученый. Как это сделать? Как это сделать? Это можно сделать различными способами. В первую очередь, один из самых распространенных способов, это поскольку бюрократ не понимает в науке ничего, придумать какой-то некий абстрактный способ у нас все это дело оценить. Индекс Хиршип. Который я сейчас расскажу несколько слов. А второй, это у нас индекс цитирования. Что такое индекс цитирования и зачем он как нам нужен? Как это статистический подход? Любой экономик, где есть индекс цитирования. Значит, цитирование, это по большому счету, сколько раз на тебя сослались. Теоретически, вот ты напишал 100 статей, и у тебя по большому счету, у тебя 10 раз остались какие-то научные журналы. У тебя будет индекс цитирования, скажем, ну, ты говоришь о 10. Но это не особо интересно, потому что он не представитель. Вместо этого используют, как правило, так называемый индекс Хиршип. Что он тоже означает? Это если ты написал 5 статей, и вот каждую статью на одну сослались 7 раз, вторую 8 раз, на четвертую 4 раза. Если на них остались больше всего 4 раз, то это он соответствует индексу Хирша, у тебя будет 4 раза. То есть, грубо говоря, если у тебя индекс Хирша 5, это означает, что ты написал 5 статей, и на них остались не менее 5 раз на каждую, на кого-то стенки. То есть есть критерий и количество статей? Да, такое вот сложное количество критерий. Если ты написал, значит, 10 статей, а сослались у тебя по большому счету на 3 всего лишь, на одну всего 2 раза, а на остальные по одному, то у тебя, у бедного несчастного, индекс Хирша будет все равно равен единице. О чем, как говорят? Ну, например, считают, что если человек аспирант только начал заниматься наукой, то его индекс Хирша от 0 до 2. Значит, где-то от 2 до 5 это как бы кандидат наук в среднем, то есть начинающий ученый. Это где-то до 7, это принадлежительно доктор наук. Выше 7, это основатели уже собственной научной школы. Больше 10-12, если у тебя индекс Хирша, то ты, грубо говоря, можешь занимать должность руководителя диссертационного совета. Это вообще мировая величина. Вот. Это мы должны... А Бога-то сколько Бог? Ну, Бог очень много. Ну, вот я сейчас тебе предложу, на индексе Хирша, сейчас тебе объясню, как тебе стать Богом. Потому что ты, когда пошел на конкурс, значит, пытаясь заместить должность дочки Секанского, то тебя, разумеется, послали. А вот если бы у тебя был индекс Хирша 70, а для тебя это вполне доступно, то им вообще нечего сделать, потому что индекс Хирша – это 70 – это индекс Бога. Понимаешь? Значит, вот о чем идет речь. И сейчас идет по научной среде, когда люди пытаются оценивать по индексу Хирша, скрежет вопли и скрежет зубовный, вообще говоря. Скрежет, это все плачут и говорят, что мы настоящие ученые, а индекс Хирша у нас маленький, это ни о чем не говорит, все равно настоящий ученый. А что им совершенно правильно замечают. Мы, конечно, можем на индекс Хирша обсуждать, что он вреден, по большому счету, и индексентирование вреден, количество вубликации вреден. Но это то же самое говорит, что о пользе диеты для голодающего, в масштабах всей страны. Потому что у нас дело настолько запущено, у нас должности занимают непонятно кто, которые ничего не пишут, нигде не публикуются, о них никто не знает, они не имеют никаких научных работ. А после этого, когда к ним пристают, известный случай вот в университете, который был недавно, где на заведующую должность, на философском факультете взяли какого-кого-то из Тамбова, потому что у него много публикаций, какой-то индекс Хирша, чего-то, что-либо еще. Вот, такова она ситуация. Потом, когда он попытался устроить на эту должность свою жену с таким же количеством публикаций, индекс Хирша и всего прочего, то народ восстал. Какие-то мальчики и девочки, то есть студенты философского факультета, ходили с какими-то плакатиками, руки нарисованными. Не знаю, чем это закончилось. Закончилось тем, что жену устроили. Устроили, да? Не знаю. Я не знаю, чем это кончилось. Но они уже индексы. По университету там такое. Они подписывают новые контракты. В нем, в том числе, описаны строчки о том, что им запрещено обсуждать политику руководства университета. И вообще всю жизнь, которую они делают. Под угрозой уволнения. И они ее не обсуждают. Поэтому все это вынесено. Наверное, такой пункт есть. Я даже скажу, об этом еще большинство универсантов не знает совершенно. У меня сестра вчера рассказала, она пыталась устроиться на некую должность работы с кадрами в университет. Ее предложили на собеседование, которого она, судя по всему, не пошла. И речь идет не больше, не меньше, как о специалисте, который должен на должности преподавателя университета со всего России собирать людей. То есть авторитетных, с индексом Херша и всем прочим. А этих, как я ей объяснили на собеседовании, то, что кто сейчас в университете работает, будут активно вычищать. Ну так, ни больше, ни меньше. То есть вычищать всех со всеми этими вещами. Игласть выучиться, что ли? Я не знаю, кого выучиться. У кого нет индекса, а тех. Да. До свидания. Да, если у тебя нет индекса Херша, то ты не человек, да. То ты не ученый. Если у тебя от нуля до двух, кому ты нужен? С другой стороны, как оценить человека? Да. Вот как в наших условиях современных оценить дайство на университет. Значит, народ это понимает. Народ это понимает. Есть у тебя скопус, у тебя есть, например, скопус, такая мироужезнодная система. И на самом деле сейчас есть большое количество предложений, в первую очередь, о китайцах, которые предлагают у них где-то там публиковаться, быть вторым соавтором, нужного небольшого. И всякие вот эти вот простые вещи. Но все... Когда у ученых было, там, не знаю, 5 человек на всю Европу, то понятно было, тут вопросов не возникало. А сейчас, извините меня, когда у нас десятки тысяч людей, то как оценить, кто на самом деле является, так сказать, ученым, и способен что-то делать, а кто... по плодам познапознаете их плода. Как ты эти плоды оценишь? Вот ты что-то предлагает делать скиша какой-то там... А человек занимается где-то в Новосибирске, и говорит, типа, я крутой, возьмите меня на работу. Как его оценить? Можно почитать, его все работают? Или... Ну, он не должен. Это эффективный менеджмент. Когда ты приходишь в менеджеры, ты управляешь чем угодно. Бензоколомкой, Мариинским театром, Новый год. Это нет такого. Это все болтовня. Почему? Это очень даже... Только заколомкой, театром, все это... Ну, тем не менее. И менеджер, который... Тем не менее. Профессиональный, ему не важно, чем управлять. Да нет. У ребят есть крайне позитивный... Это прямая разница есть. Если ты не знаешь... Никакой разницы. Это я вам говорю, человек, который знает. Давайте не будем спорить. У них менеджеры. Ну, хорошо. Значит, у них есть... Это результат, ну, любой. Если вы не знаете, чем управляете. Вот. Значит, народ посему к этому начинает дело подстраиваться. Потому что мы понимаем, что он все работает в гуманитарной сфере. Никто не читает и не ссылается. Я себе даже прочитал. И не цитирую это упругое. Конечно, их надо преувеличать. Как на сегодняшний день это делается? Ну, пока все делается в основном кустарным способом. Например, встречаются какие-то тетки, изображающиеся для крупных ученых. Ну, доктора, скажем, исторических наук. Он очень плохо все цитировал. Он достаточно. И они говорят, на конференции говорят, вот, у меня хирше как-то маловато по большому счету. Тогда они подписывают некий договор, обменяются по имени, электронии, если у них что-то выходит, то старая на нее ссылается. Она даже не читает статью. Она сделает вот эту ссылку. И таким образом у нее, как бы, у этой хирше растет. коррупция, коррупция, это коррупция. Нет, не коррупция. Коррупция, если платят. А здесь не все бесплатно. Это система, развитая в интернете лет 10-15 назад, система накрутки ссылок. То есть, я ставлю ссылку на какой-то сайт, тот ставит на тот, тот на тот и по кругу. То есть, не то, что мы друг на друга ссылаемся. То есть, я составился на Иванова, Иванов на Петрова. Нет, они-то тут. А с какой целью вы это делали? Чтобы, чтобы поднять ее. А у нас же 10 человек были в предварительном сговоре? Нет, автоматы делаются. Это делается для того, чтобы поднять поискарю. Как, на сколько там у нас индекс цитируется? Или как там связывается? Это пиар. А сколько высоко? Да, троечка, пиар, отец, янтовский. где-то по сотне, где-то 150. Так что, много отчитать? Ну, средненько. Это не такси, это вот степень оценки сайтов со стороны Google и Яндекса. Это очень важно для Google и Яндекса быть высокого в Google. Они уходят от ссылочного ранжирования сейчас уже другое. Ну, да. вот такая. Эти тоже ситуации. Раньше было, помню, количество публикаций. И, скажем, ректор какого-то охранительского медицинского института, он, когда занимал свой пост, Пашка Сидоров его звали, да, он говорил, что во всех статьях, которые вы будете публиковаться, я первый автор. И он набирали такие, вот нынешние, есть люди по 5 тысяч, по 10 тысяч публикаций. Надо было идиотскую статью написать и его первым автором поставили. Вот. А эти статьи никто не считает. Где, ладно, вот срочно собрались, но это спонтанное такое мероприятие. То есть, вот они вот этим делом пытаются заниматься. Вот сейчас появились, в первую очередь, в авансовых технологиях какие-то еще нечто более продвинутое. Мы знаем, что у нас большое количество публикаций, они платные. Ну, могут 500 рублей, вот перскоинвестер, как Максима Григорьевича Годера Лазовского одна страница тысяч рублей соответствовала в публикации. Но там, значит, следующая вещь возникает. Публикуются очень специальные статьи. У тебя страница текст, вторая страница, это ссылки на остальные работы. В основном это сотрудники твоей кафедры. Ну, допустим, мы догвзялись, на кафедре договорились, будем сгонять индекс Хирши. И они таким образом они его сгоняют. То есть, ты публикуешь вот такого рода статью, а потом они тебя также будут, вот на тебя ссылаются. Есть там по Хирше какая-то тонкость, она разная, они вычисляются, что у нас, что на Украине, что в Европе. Ну, например, в Хирше с цитированием само на себя не учитываешь, если сам себя цитируешь. Но если ты, я скажу, не менее трех с авторов, или трех авторов, то ссылка на тебя уже будет учитываться. То есть, как-то вот так. Надо этот вопрос и изучать. Тут надо сделать некое отступление и сказать, что еще помимо индекса Хирше, который наш индивидуальный, есть еще так называемый импакт-фактор журнала. Импакт-фактор журнала принят следующим образом. Например, берем все статьи в журнале за, скажем, за 13-й год, потом считаем количество них ссылок за 14-й, за 15-й год, и во всем количествам этих статьи, понимаете, за два года. И ты выясняешь импакт-фактор журнала. Значит, чему равен по области философия, социология, науки импакт-фактор журнала российских? Ну, приблизительно он равен для Санкт-Петербурга университета и истории, у него около трех десятых. То есть, вы представьте себе, только 300 статей цитируются в какой-то области. То есть, люди работают, хуже всего я нашел, как ни странно, по-моему, в Волгоградском и Тверском университете, по-моему, в Тверском и Волгоградском 11 сотых. То есть, только одна статья из та подвергается дальнейшему цитированию. Так, а проблема у меня в чем? Почему не цитировать? Не, на самом деле, давайте, если говорить не о коррупции, не о том, что надо цитировать, а если говорить о сути дела, ведь смысл в чем состоит? Смысл состоит в том, что есть ли в научном сообществе обсуждения какие-то, интересные, важен ли твой результат? Ты что-то такое написал? По факту не важен. Весь мусор, который сейчас издается, просто никому не нужен, в буквальном смысле не нужен. Это просто мусор. И зачем тогда повышать и деситируют такого мусора? Искусственный образ. Влад, среди этого мусора есть несколько процентов действительно хороших статей, они теряются в этом мусоре. Но так надо вот как-то подумать, как найти... Да, в том смысле. Еще раз, как надо сделать так? Никак не искать. По сути и сказать, а не формально подходить и пытаться с помощью, грубо говоря, математики вычислить из этой общей массы что-то. Я-то как раз к этому подхожу к этому вопросу цинично. Я хочу подойти к вопросу не так, как люди подходят, а по той ситуации, что Uber сделает с обычным такси. То же самое. Теперь достаточно набрать, скажем, глупого народа, который готов публиковаться в Аковских журналах. За деньги или за бесплату. Человек 20. И после этого на чисто на добровольной основе они между собой распределяют эти цитирования. Ну, например. Сервис. Вполне нормальный сервис, в котором есть. Ты зарегистрировался, указываешь свою тематику. Да, свои статьи, на которые надо сделать. Да, свои статьи. То есть ты заходишь в этот сервис, ищешь свою тематику и поставишь заявку, что я согласен процитировать. это даже больше без знакомства. Да нет, это без знакомства. У тебя есть большое количество статей. Вот там, возьмите, скажем, фристайл. Он пишет обычно большой текст, который ровно на одну страницу ему шапку приделывает, чуть оформил. Если его можно отправлять в журнал. У меня такое впечатление, что марксизм и ленинизм это не победим. Потому что раньше правильным способом написания любой статисты стало то, что сначала бы он на какой-то съезд сослался. или на фразы ВКПБ, Ленин, или Старин. Они, наверное, у них и Декскиршер как убого. Причем не важно, о чем ты пишешь. Главное, что там была эта фраза. А потом можешь о чем угодно написать. Нет, здесь тебе не о том. Ты пойми, ты пойми, что если люди хотят тебя оценивать по таким факторам, по каким-то, то ты можешь это дело предложить. Люди это дело им предлагают. А если цитируют негативное? А какая разница? Автомат делает. Почему не договориться тогда, что просто процитируете как угодно, какому угодно выключать? Да, конечно, конечно. О том и речи идет. Что, такие-то, такие-то меня сделали. Они вот в кафедрах сейчас на своих. То есть, кредитику какому-нибудь можно навести? Конечно. Не надо ничего делать. И на кафедрах просто статьи не читают друг друга. Они просто ставят себя в это цитирование. А там, эту работу снижили то-то, то-то, то-то. А там просто а, приставка бы, встречается в таких статьях. После этого идет 5-6 статей сотрудников твоей кафедры. Понимаешь? Ты нанесуешь. Это чисто технически. Как это? Кто оценит? Кто эти ссылки считает? Автомат. Автомат не считается. В интернете, что ли, это все? Нет, ну, публикация. У нас есть Институт научный и это, как он, Центр научный, РИНС, да, РИНС называется. У нас есть РИНС, есть другие базы данных. Все авторы там присутствуют. Да, ты можешь там зарегистрироваться, ты можешь зарегистрироваться. А, зарегистрироваться там? Нет, они все журнала. Нет, ты можешь прийти и показать, что это ты. То есть, и мы уже там есть, раз написали хотя бы. Да. Если ты написал, то там есть. Но ты должен себе это сделать, чтобы он от тебя начал рассчитывать. Вот Игорь Зайцев это опубликовал у себя на сайте статью. И пройти и в это дело написаться. То есть, как в интернете, как только Google и Яндекс стали индексировать по количеству ссылок, появилась биржа ссылок. Биржа ссылок, сервис, который ты, с одной стороны заходят люди, которые покупают ссылки, а с другой стороны те, которые продают ссылки. Это все, понимаете, это все штуки, вот эти, они представлены по большому счету на рынке, но они все платные. То есть, попытка сделать, скажем, на базе философского штурма, где этот народ пишет, если он готов за это делать. Ну вот, если он готов писать, вот так, по большому счету, текст. Это привлечет студентов. Нет, это нужно привлекать конечно, аспирантов, им же тоже все это надо. Нет, и они вот это делают, они 20-25, то есть, теоретически, ты можешь себе хирше наделать вдвоем просто. Вопрос. Ты на него, он на курьет. С какой цели? Можно заработать. Тем, что, вот как, а вы себе авторитетность. Да, вот ты представляешь, ты приходишь к Булату, он может заплатить тысяч рублей за статью, он может заплатить, и может. Вот. У него, там, статья состоит из двух вещей. Из первой странички, вторая из ссылок. И люди точно так же на него массово сошлются. Точно так же. У него индекс хирша 70, допустим. это ненормально, конечно. Ну, Ты приходишь в университет, да подожди ты, ты мне вопрос задаешь, чтобы я долетел или нет? Ты приходишь в университет на этот самый конкурс, когда там всех разгоняют с индексом хирша, докторов наук по 0, по 2. Он приходит туда, а им, к администрации, к администрации в это самое. И они сами должны, чтобы у них преподаватели и сотрудники были с высоким именем хирша. И потом этот, чтобы этот индекс постоянно тоже у них рос. Потому что ссылка с цитируемость этих статей, это важно очень. Очень важная эта самая вещь. Это чрезвычайно. И они сами заинтересованы в наборе таких сотрудников с высоким индексом. Потому что если у человека 20, то он не только научную школу основал, имя ученость мировым, это вообще непонятно что. А у нас при хорошей грамотной работе в рамках философского штурма при наличии 20 пишущего народа подобного рода индекс за год, за два реально можно загнать. Ну, загнать можно. Так в интернете все эти публикации тоже интенсируются, что ли? Нет. Только в специальных журналах. Ну, так надо же специальные журналы публиковаться. Да, надо в них публиковаться, правильно? Но тут есть... Там же есть коллеги, которые отбирают работу. Так вот, поэтому надо публиковаться в Аковском списке типа первого издания вестника университета, вестника Тверской университета, вестника Санкт-Петербургского тут не пустят, чего-либо еще. Что сделали бюрократы? Они скинули на отдел рецензирования вот этих самых статей, скинули свою работу. Они говорят, а пусть рецензент же берет статью, пропускает, не пропускает. Он пропустил свою статью, хоп, а тебе балл зашел по индексирши или по индекс публикации, что-либо еще. А бюрократ говорит, апа, хорошо. То есть он скинул себя тоже с контроля, а всю работу он скинул на рецензента. В настоящий момент развелось такое количество всевозможного рода в Аковских журналов, их сокращают, но тем не менее много. У них статей нету. Это раз. Это первое. И они готовы за какие-то суммы маленькую публиковать людей за всю статью. Обычно оплата страничная, поэтому надо писать работы, из двух страниц. Первая страница текст. Это оказало на меня такое влияние, это мне нравится, это вообще дурак, на него ссылка такая-такая. А это я вообще не читал, но давайте я на него сошлюсь. То есть это твоя первая статья. А вторая статья это список... Она для страницы. Да, вторая страница это у тебя список публикаций, на которые ссылаются. Им можно управлять, если ты сидишь в рамках некоторого сообщества, то ты говоришь, вот у меня что такое, у меня три статьи, допустим, у них одна ссылка 15, вторая 7, вторая 8, но, блин, их всего 3, потом индекс Хирша у меня будет 3. А вот тут у меня еще есть куча статей, там 7 или 8, а у них 2, 3, 1. Ребята, прекратите мои первые статьи цитировать. Цитируйте вот эти вторые. Ему взяли, накидали, у него индекс Хирша стал там 10 тут же, мгновенно. То есть ты управляешь, ты постоянно находишься с людьми в ситуации творческого взаимодействия. Это как во время войны, чтобы показать, что танков много, там один танк там гоняет, там по кругу, понимаешь, и номера переделают. Нет, это не так, это не так. Это все лучше. Смотри, дальше. До определенного момента публикации для тебя платные. Ну, как вот для Максима Григорьевича, для него первая публикация была платная, а вторую взяли бесплатно. Почему? Потому что это несчастные журналы, на настоящий момент испытывают людей, дефицит людей, которые готовы у них просто публиковаться хоть как-то. И ты, когда ты приходишь с подобного рода фабрикой, у тебя что есть? У тебя есть высокая цитированность твоя собственная. А у них импакт-фактор одна, две, одна сотая. У них две десятых, у них три десятых. И вот самое максимум, я видел, это в журнале, а нет, какой-то был экономический журнал, но что-то был четыре или пять из российских импакт-факторов. Полумок что ли? Ну, я знаю, что на третьем месте стоял жертв. Жертв стоял. Я не знаю, у меня вот статьи были письма для жертв. Это идет как жертв. У него было что-то около трех. То есть это очень много и большие показатели. А в Америке гораздо больше. Там МНРЧ, физические, 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 Они там все подряд их доли поперек цитируют. У них, по-моему, это по умолчанию так и принято. потому что это деньги. Это деньги твои... Это принято принципы. Да, это принято. Это деньги. Это деньги твои, это твое имя. Ты сейчас вот приходишь, ты представляешь, ты пришел на философский факультет, а у тебя индекс Хирши 70. Ты даже прописать не сможешь сходить. Почему? Потому что индекс Хирши дверь не проразит. И на этой прекрасной ноте мы сделаем некоторую паузу. Нет, мы паузу на этом не сделаем. Я хочу просто... можно посмеяться над таким индексом Хирши, как бы его накрутить, никуда не приходить? Это тоже способ. Но ты пойми, что кто деньги хватит, кто золото, кто хосоцедачник. А вот в этом круге кто-то цитируемость в живом журнале френдами, еще где-то там. Каждый делает... А в настоящий момент для всей нашей научной среды им навязали вот эту самую систему индекс Хирши. Индекс Хирши. И он катастрофически мал у всех. И почему они на конференциях не могут прийти к согласию, включили во свою систему не двоих теток, а десять. Уже люди, уже индекс Хирши, уже семь. Они два, три и так далее. Друг друга боятся, наверное. И вот с этой ситуацией надо работать. И ты, когда ты представляешь такое сообщество взаимного цитирования, ты приходишь в журнал, и ты понимаешь, что они тебя должны... Ну, лучше, конечно, бы они тебя вообще доплатили, потому что ты им делаешь удолжение. Ты пришел со своим цитируемостью. Представь себе, какой-нибудь там вестник Пермского университета, у которого у него нет в списке ВАК, я посмотрел. А есть, например, Тверского университета. То есть, цитирую, это мертвых журналов, которые никто не читает. Да, ты сюда пришел, опубликовался, и на тебя пошло большое количество ссылок. А у них индекс Хирши после этого, импакт-фактор, у них после этого начинает уже больше единицы быть. Было 1 сотая, стало больше единицы. Почему? Они в таких людях должны быть заинтересованы. И они таких людей должны уже пускать безобесплатно. У них сейчас главный бизнес ВАК-факского журнала это как? Ты кандидат доктора наукой хочешь стать, тебе нужно публикация ВАК-факского журнала, какое-то там количество. И они заплатывают, тебе предоставляют это у... Ты смотрел вид такого сервиса еще в сети? Подобного рода есть, но это не о том речь, я там предлагаю нечто сделать бесплатное на общественных началах. Есть платные услуги. Как у тебя китайцы, например, у тебя... Теперь что, дело зачем стало? Надо писать статьи, кто это будет делать. У нас кроме Александра, по-моему, писатели это что-то... Вот я тебе и говорю, ты специально статилеграфист по времени, набиваешь быстро. 500 рублей у тебя есть. 500 рублей. Ты готов за плату? Он готов. Тысячу рублей. Нет, можно попробовать. Поэтому я и говорю, ты говоришь, что было не было. Я просто помню, как это раньше было нудно, надо было статью нести. Нет, по имейлу в техе. Я бы надо какие-то требования выполнить столько... Это надо. Нет, требования... Все это надо. Это все надо. Я вчера вечером в американский журнал отправлял, кстати. Ну... Тяжело все это заполнить долго, длинно. Но все в сети. Но все это сделать можно сейчас. Все в сети сделал, заполнил, да? Привет, Асваб. Привет, Асваб. Да, да. Так я даже я вам когда опубликовался чуть-то не 20 лет назад и уже тоже под кеймэл отправили всякие... Нет, ну, можно будет освоить, действительно попробовать. Да, но обязательно нужен конгломерат. То есть нужно хотя бы дни с ними... Надо сначала начать писать, а потом уже договориться. Это же вопрос такой, Поэтому как бы вот я тебе вот это дело и предлагаю. Набираешь мотивацию писать. Набираешь быстро. И ты, говорю, что ты приходишь уже в эту штуку, в университет и сейчас будет разгонять. Ты приходишь уже не просто как с улицы, а что ты сделал. Да вот, я тут администратор сайта, философский штурм. А что это такое, где компьютер включается? Тебе сразу же вопрос. Ну, местные профессоры. Как там что? Да, ты умеешь компьютер включать, да, ну это удивительно. Потому что мы встретили лет пять назад Брандского в коридоре научного руководителя пресертации и выяснили, что он не умеет включать новый компьютер. Что такое YouTube не знает, ничего такого не знает. Вот. Это самые вещи. А ты приходишь, у тебя хирша в дверь не пролазит. И все. И все. К тому моменту, как станет хирша не пролазит, надо ли мне будет самому эту вещь тебе оставлять, знаешь. Ты уже как бы... Как нам говорят, или корову сдал? Это так. Это так, конечно. Но вся научная деятельность мне сегодня же она основана, как бы, конечно, на хирша. Это продается, покупается, подделывается. Я хочу сказать, что ничего такого серьезного, что наши друг друга ссылались, в гуманитарных науках нет. То есть все, которые у них есть рейтинги, они все вот дутые. Как вот президент Дагестана нынешний, у него там по социологии он публиковался. У него там публикации было на тот момент, что ли 4, то ли 5 тысяч, я посмотрел. Представляете, как он писал с какой скоростью. Это каждый день там надо было. Но это ясно, что он возглавлял то ли институт, то ли какую-то группу. И этот институт, и эта группа, они, значит, писали работы по большому счету за него. Но тогда это было очень важно. Тогда это оценивали ученого по количеству публикаций, тезисов, заметок каких-то, что-либо еще. А сейчас решили, что эта ситуация не пререпрезентативна. И надо не только, чтобы где-то опубликовался, но чтобы ты опубликовался в хороших журналах, это раз. И второе, чтобы тебя читали, тебя ссылались, они тебя воспринимали как за ученым. А он пришел, я не помню, как его зовут, а у него хирша чуть ли не 4 всего лишь при этом. Вы представляете? То есть он из 4 тысячи, он только 4 работы, количество ссылок на которых больше 4. Почему? Потому что старые времена были. Такое хирша не знали. Просто гнали в АПубликации, и все. не гордились. Поэтому как бы создать, я уже говорю, вот, например, что-то... Например, Игорь, такая идея, она не относится, может, к разговору. Не создать какой-нибудь на базе государственного сайт, туда все-все туда, все статьи туда помещать и там создать. Пускай они там создают, цитируют, друг другу цитируют, и так далее. Пусть они там набирают этот индекс. Почему так-то не сделать? Почему обязательно вот эту бумагу тратить, деревья пилить? Ну, тебе очень важно, у тебя есть некий список аккредитованных журналов. Я понимаю, а зачем они сделать сайт? Аккредитованный сайт один? Вопрос государственного. Ну, ты ретро-прос государственного. Не, я не можешь вот так сделать? Ну, можно, но теоретически. Кому нужно весьник Верского университета? Правильно. Ну, попроси еще конструктор. А весьник Санкт-Петербургского университета? Ну, это Штаты, это люди, они круглят свои семьи. У сайта есть практически все статьи, которые у нас... Это есть. Но почему бы... Они на каждую это есть сайт. Есть так называемая кибер-ленинга. В кибер-ленинге все это есть. Это все есть. Но по-прежнему ты должен прочитать в него штамп, что он вот такой-то, такой-то. Что ты в Риме статью значит, чтобы был некий рецензент, который с ней работал. Это означает, что лучше, чтобы она была в Ваковском списке. В Перске университета. В Ваковском списке его нет. Вот, например, я посмотрел здесь, где Марсим Григорьевич привлекал. Его нет. Важно иметь, чтобы он был в Ваковске всякие эти вещи. И это как бы все очень важно. Вот такая подобная проблема. Понимаешь, меня, например, раздражает и унижает систему вот это, что ты должен к какому-то журналу на поклон идти, что-то там писать. Какие-то помои, помои каких-то там издаваться там. Да, да, да. Ну, это до поры до времени. После этого, когда они поймут, что у тебя работает фабрика по цитированию в Зиме, они тех сами приползут и попросят. То есть, надо сначала самому унизиться, чтобы потом... А что ты сделаешь? Это же специальный индекс своему человеку какому-то. Он обладает... А что по-честному это все не сделает? Административным весом. По-добальному по-честному придумать систему. Административным весом обладает. Чтобы те, кто достойный, просто... А как ты это будешь? По какому принципу ты будешь их отбирать? Ну, я же говорю, создать, допустим, глобальный сайт. Там внутри этого сайта также... И точно так же там будут накрутки, раскрытики. Пускай накрутки будут, но там вот сразу видно, кто раз занимается делом, а кто занимается делом. Не будет видно. Не видно. Не видно. Ссылки, как бы... Ну, все остальное. Сейчас у вас журналы. Кто их читает? И говори же, пойди, попробуй там все это оценят. А так будет один. Там может быть даже программу создать и будет видно на самом деле, что, как там возникает. Ну, вот не читают. Я узнаю по ситуации, особенно по математике, даже в мире. Там у них есть, как он называется, архив. Ну, вот такой есть. Принятый или как это называется? Куда еще все выкладывают сейчас? Они же портал государственных услуг. Игорь, смотри, портал государственных услуг сделали, налогру сделали, архиворк, да. Вот туда все выкладывают эту ситуацию. Вот ты все рассказываешь, как лучше, но ты должен как работать. Сейчас вот ситуация, она такая, что у нас эти журналы никто не читает. Да, не надо разогнать, экономить, наверное. А для чего они нужны? Для того, чтобы... Есть административный запрос, что ты, чтобы защитить диссертацию, скажем, ты должен там опубликоваться. Ты платишь деньги, они тебя... А этот есть, как он называется, этот депонент в этом... Так он же сгорел. Ну, понимаю. А в нем есть теперь депонент? Не знаю. Раньше это было важно, а теперь ты с этим депонентом защищаться не можешь. Ты должен, у тебя должны быть публикации из вакуовского списка, то есть административное давление. Вот она, такова у тебя ситуация. И это некоторые правила игры, в которые надо играть. А можно еще как бы там замечание? Ну, у меня такое вообще складывается впечатление, что сейчас не наукой занимается, а вот таким вот игром. И как бы не только связано с накрутками индексов, а еще связано с отчетностью, что надо там банк составлять, отчитываться. Да, конечно. Занимаешься ерундой? Гранты, финансированные. Да, ерундой занимаешься. Все так, да, все так. Кто заниматься будет наукой там? Я занимаюсь еще. Но ты же не участвуешь в этой... Не участвую. Но это я зря, не зря в ней не участвую. Но это понятно, что зря. Это понятно, что пока не участвует. Это все понятно, что это все зря. Но как бы в нее и трудно. Не, ну я... А? Ну ты правильно говоришь, что если путь, но этот путь как бы опять же такой лукавый. Лукавый путь там накрутить... Другого пути нету. Другого пути нету. А потом идите туда как бы и сказать, ребят, ну-ка подвиньтесь, ну-ка разойдите. Принципиально изменилось, что мы присутствуем при конце Гутенберговской вселенной как бы. Когда связано было на таких вещах. Вот обратите внимание, на сегодняшний день книжки, если удалось продать больше тысячи экземпляров какую-то, это штука уникальная. У нас же практически каждый второй ролик в течение недели, ну месяца, собирают больше тысячи посмотров. Потом я там посмотрел при удержании, ну пара, на 18-19 процентов. Это у нас совершенно новая теория восприятия. И вот до конца досмотрел, 19 процентов начавших судить. То есть там, а там 1100 что-то уже на сегодняшний день. Ну конечно, можно каждый семинар теоретически написать статью. Нет, да. Это правильно. Есть такая мысль, сослаться, что вот Игель сказал то, а Александр сказал то. И ссылаться, и ссылаться друг к другу. Ты можешь, понимаешь, у тебя есть некоторая готовая форма. Ты под этой готовой формы можешь чистую фигню писать, а ты можешь под него вложить какого-то определенного рода содержания. ну в самом деле. Человек взял, написал пост. Эти посты занимают, бывает, не одну страницу на философском штурме. Но ты можешь оформить ее в качестве статьи, если тебе не жалко 500 рублей еще. Послать куда-то, и сослаться на товарища, и они сошлются на тебя. У вас будет рейтинг. Через их год. А ты не засланишь в маковских журналах? Они там бедным бедно стоят денег. Да, я засланиц. А ты как бы решил сказать... Я засланиц. Просто я вот эту вещь рассказываю, потом... Мама не позвонила, сказал... Так он наоборот хочет, чтобы... Сынок, сделай так, чтобы они богатые. Нет. Он наоборот хочет, чтобы через некоторое время заплачивали. Да, да, да. То есть через некоторое время уже публиковаться там можно, будет бесплатно. Это для них большая подспорья, потому что по философии, по истории, по социальным наукам у них хуже всего дела обстоят. У них эти импакт-факторы соответствующих вестников всяких университетов, они ничтожены. Название вестник так вот университет как идиотизм. Так называть журнал нельзя. Ну как? Вестник Тверского госинкредитета. Весь вестник Волгоградская соцскохозяйственная коллега. понимаешь, неизвестного города. Ну нет. Так нельзя называться. «Гудок» — это великая газета. Ты что? Ты просто не знаешь ее историю. Уже вестник, вести, донести. Да нет. Вестник, вести. А письма в жертвы. А письма в жертвы. Это же редко... Ну а тем менее самый популярный. Американский журнал тоже так по-дуростки называют? Да. Физреф Лейтерс ты будешь сговорить. Физреф? Физреф — это физический реферат, да? Физико-любил, может быть? Физреф Лейтерс. Вот. Лейтерс, письма. Ну что ты знаешь? Так и называются. Все они... А он название очень важно. Лейтерс. Письма, почему появился вот этот формат, это вот так называемый Лейтерса. Вот это писем. Почему? Потому что очень важно было ученым издать статью свою быстро. И они даже в докомпьютерный век ухитрялись за месяц, за два ее издавать после отправления в печать. Отсюда этот формат Лейтерс. Но не больше, там, скажем, статья была 70 страниц. Такая вот эта ситуация. И у них самый высокий был всегда и рейтинг по цитированию и по всему прочему. Именно Лейтерсы. Не считая там Nature, который, ну это просто обзорный журнал, американцев. Ну что, действительно, эти самые, американцы же тоже, я так понимаю, по этому индексу живут и не скадетесь же в этот самый в... Да, да. Но это же вопрос администрированный. Правильно, правильно позвонить. Это же не вопрос, не суть и дело. Это же вопрос администрированный. Администрация должна как бы там, действительно, как-то давать деньги там. Людям, которые имеют какие-то заслуги там. Какое-то там, славу там и прочее. Им как-то надо как-то… Да, отличие плохого ученого от хорошего. Да, да. Это вот критерия. Кто воспользует эти критерии и как? Понятно, что выдающиеся люди, их будет мало. А другие, которые выхитрили, они будут, может, менее выдающиеся. Но будут, да. Нет, у нас, говорю серьезно, в области гуманитарных наук обойти всех за два года при небольших финансовых возможностях и команде энтузиастов. И полностью все в коллективы перейти и занять все кланы по Санкт-Петербургам. Не только в университете, но и, скажем, в институте рам, философии и всякое. А в дяди наук он не досягается. Для этого нужны кандидаты. Галаштани. Еще второе условие, которого у нас нет. У нас очень много всяких кандидатов наук в нашем сообществе. Всяких-то. Бронзобиологических, потому что, допустим, да. Но докторов наук нет. Тут надо бы еще быть доктором. Но для этого опять нужны вакарские публикации. А доктор по монографии надо издать? Нет. По монографии можно защититься. Но мы не можем. Сейчас замкнутая система. Если ты не работаешь в институте Академии наук и институте, то ты защититься не можешь. А как же защитился какой-то жирик там и прочее? Ну это было давно. То есть за день? Это не так давно эта штука увидела. То есть надо быть в системе этого образования? Да, не в какой-то вот государственной этой штуке. Это должно быть в системе для того, чтобы защитить десертацию. Раньше-то могли защитить ее просто с улицы. Прийти и защитить. Сыскать. Сейчас не думаю ничем. Там просто формально разве? Да. Водивиде я читал. Да? Ну буквально года два назад. Ааа. Что я не слышал. Ну на сегодня всех этих десертационных скандалах. Поэтому как бы вот я хочу ко всем обратить внимание, что у многих тех, кто из нас пишет там статьи на этом, у них по посты точнее. По посты готовая статья. Ее оформить, прибавить в список литературы взаимного цитирования. И вперед. Ну понятно, что формализм в это в принципе дело наживное. Это можно научиться. Это если что. Обязательно этот вопрос отслеживать. Смотреть какой журнал, как публикуется, с какой скоростью, что-либо еще. Об этом обмениваться. Обмениваться в рейтинге. А есть ли философский штурмный издатель? А? А? Ну, невозможно. Есть ли сайты философский штурмный издатель? Нет, я об этом думал. Я об этом думал. И вакуум вакуизаревести. Фигель уже, у кого-нибудь специалист, он же издательством занимался. Я к нему бы спрашивал. Он говорит, да, можно взять соответствующие исходные данные и что-то делать. Но смысла в нем особо-то нету. Потому что та публикация, она никуда не идет. Ну, вот сейчас. То есть, может быть, можно, когда ты получаешь грант или какую-то работу, ты опубликовал свои данные, полученные результаты в таких-то и таких работах. Может, туда он только подойти. Понимаешь, да? Таких-то же мало. Это все очень смешно получается. Мы живем в компьютерную эру, когда все методы объема обмена научной информацией носят совершенно принципиально другой характер. А бюрократы, то есть чиновники, пытаются оценить всякую вот эту деятельность по некоторой бумаге. А по большому счету, они переваливают собственную ответственность на рецидентов вот этих научных журналов. Я еще Игорь Ильичу подозреваю, что философия сейчас как таковая, если мы философия будем, она не нужна никому. Я думаю, что ее просто терпят. То есть, как бы там… Нет, но какие-то же на это какие-то средства… Какие-то средства выделяются, естественно, по непрерывности, что вроде… Да, вроде что, как бы, такая капедра уже есть, там преподаватели есть, вроде ничего делать не надо, но на самом деле ее терпят, она не нужна никому. Она даже этому подозревает, что вызывает какое-то раздражение. Нет, она ничего, она не вызывает никакого раздражения, потому что ввиду ее… Просто я каждый раз, когда я встречаюсь с какими-то официальными, там, их-то заседаниями… Ну, ужасно. Они просто… Я просто удивляюсь, ну, как бы считать, что преподаватели, ну, по крайней мере, университетские какие-то, там, должны быть заслуженные какие-то люди, там, и прочее, ну… Это просто ужас какой-то, да. Нет, философии там, как правило, нет. Да, и я тебе хочу вот тоже… Даже среди лучших… Мы же только что поставили эксперимент по этому поводу, по поводу как раз лучших представителей философского факультета, и вот в этом смысле ты оказался прав. Вы знаете, да, что они там сделали открытый философский факультет на фотографии в Академии. Позиция, она была следующая изначально. Что, что они раскрутятся, их будут слушать, смотреть, и так далее, и так далее. А у меня было предположение, что сейчас, там, первые это видео посмотрят, вначале сходят, потом посмотрят, что это такое, и не будет ни просмотров, ни какого-то интереса. И все это произошло, но все произошло, все гораздо более быстро. Потому что, если какой-то там преподаватель набирал 700 и 700 просмотров достаточно быстро в течение месяца, в начале работы, то сейчас тот же преподаватель, читая уже трекцию, набирает в течение нескольких дней 15-20 просмотров. То есть он никому не нужен, он никому не интересен. Народ взял, ознакомился, и никакие эти… А это речь идет о так называемых светах, звездах молодежи, типа Секацкого. Секацкий у нас единственно раскрученный философ. Но в первую лекцию набрали тысячу просмотров достаточно быстро. Мы просто выложили на день раньше, чем у нас совершенно новые теории восприятия, поэтому я постоянно сравнивал. И он всегда был на 10-20 просмотров впереди. А второй лекции уже 200 человек посмотрел, а третий уже там человек 30 или 40. Он сейчас какой-то новый голос считает, и там очень мало. А это же медийная звезда, человек со своей программой на первом канале ночью было. И так далее, ни больше ни меньше. То есть вот эта самая ситуация. Но складывается так, что поскольку они играют во все эти несчастные игры, с Хиршиным и всем прочим, имеют доступ к, скажем, к вестнику Петербургского университета, который нафиг тоже никому не нужен, то все равно надо с ними взаимодействовать и в эти же игры играть. Но играть это на таком уровне, как Кубер играет с обычным такси на более высоком. Не говорю, что ты приходишь и у тебя этот индекс Хирши в дверь не помещается. И вот такая ситуация. Игорь, извини, а все это вызвано чем? Сейчас что-то поменялось в Российской Федерации, да? Да, да. Это что, какой-то документ кто-то выпустил? Нет, 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 нет. Везде это идет. Система такая. Система такая она стала. Она сейчас станет более... Более активная и более агрессивная она станет. То есть они понимают, что по большому счету... Есть методическое какое-то письмо, да? Или как это? Приказ? Наверняка есть. Я не интересовался. Я с практикой только столкнусь. Наверняка есть. Но ты проходишь конкурс. Раньше конкурс был вот такой. Ну, формальный. А теперь ты должен предъявить... Конечно, формально. Там есть места, приходи и записывайся. Но мне сразу сказали, что шансов нет. А теперь ты приходишь как на экзамен. У тебя конкурс. Но ты должен им принести нечто объективное. Не то, что ты был сначала младшим лаборатором. Потом системным администратором. Потом помогал уборщице одновременно. Ну, как и кизиться. А потом стал простым преподавателем, когда ставка появилась. А потом старшим преподавателем. И к концу жизни ты до профессора растешь таким образом. А ты приходишь в эту самую ситуацию и тебе что-то дают. Вот сейчас есть в Итьмой и других институтах большие доплаты идут за публикацию. Ты что-то опубликовал в хорошем журнале с высоким импарт-фактором. Тебе сразу же за это дают какой-то балл. Если ты статью на троих опубликовал, то ее делят на тридцать. Это тоже было, по крайней мере, в 80-е годы. Неизбудно, знаешь, не напоминаю. В школе в первом-втором классе нам звездочки ставили на тетрадь. У меня было просто, как обычно, много звездочек. Ходишь, так больше всех звездочек. И ставать очередную звездочку. Раньше в ситуации ты просто мог набирать тучи публикаций сам себе. Потому что ценка шла по количеству публикаций. А теперь нужны другие люди. А, кстати, помнишь, как мы с тобой, когда защищались, тоже соревновались? Публикации везде, где только можно везде публиковать. Нет, мы не соревновались, а просто пытались. Я имею в виду, что мы везде пытались публиковаться. Пытались, да, на тот момент. Потому что по философии трудно было публиковаться. Но у нас был Леша Цвет и тот же Роман Викторович Светлов. Нет, они были не дурацкие. Обычные сборники, даже лучше, чем остальные. Какие-то конференции. Да-да-да, тезисы, конференции. У меня до сих пор этого барахало много всякого. Но сейчас новая система, связанная с индексом Хирша, она все это дело отменила. Раньше это было важно, а теперь ты обязательно… То есть человек, например, пытается защитить кандидатскую дистанцию. А какие публикации ему нужны все? Да, но только в Ваковском журнале. Специально в списке журналов из Ваковской группы. Для того, чтобы всякие тезисы, конференции, самостоятельные издательства отсечь. А потом ты занимаешь некоторую должность, ты говоришь, что я хочу быть заведующим кафедрой. Они говорят, а Хирша как? У меня два. А они 70 лет, да. Это бог. А ты говоришь 70. Они такие, опа, так столько не бывает. А у меня есть. Но это только в чем коллективная деятельность. А потом я говорю, знаешь, там ВАДА только уже в области Хирша будет расследовать коррупцию. Игорь будет проходить главным клиентом. Нет, нет, нет. С Хирша 100. Поэтому я и говорю, что взаимного цитирования, когда два человека в состоянии себе Хирша накрутить, с ней не должно быть. То есть в эту штуку, которую должны были влечены 15-20 человек сразу же. Нет, ну на самом деле у нас на саде, конечно, это достаточно людей, в принципе. И людей, которым это тоже интересно. Да, которые могут это сделать. Это просто начать. А потом люди будут приходить со всей штуки. И это способ управлять. Потому что вот Игорь тот же, он же честный парень. Он, например, напубликовал статью, вот его не было и нет сегодня. А как поднять, собственно, индекс цитирования? В том числе там есть такой способ написать чужие статьи самому себе. Вот тебе, скажем, есть однофамилец, там, Зайцев, публикует в себе биологию. Ты можешь отметить, что эта статья принадлежит тебе в этой штуке. И этот ринц... То есть ты не разосветил что ли? Ну это подлог, что я знаю, это, конечно. Вот он так рассказывает, он всем говорит, что такие методы работают. Нет, я имею в виду, что как боты... Он так не делает, конечно, но... Ну, конечно, он так не делает, но призывает всех так сделать. Нет, но он в том числе показывает, что в том числе есть такой метод. Я у него на Фейсбуке читал такую статью. Но, тем не менее. А здесь есть совершенно нормальный способ. Сейчас все пользуются. Сейчас все пользуются вот эти самые статьи из двух страниц. Из страницы объявления, заголовка и всякого прочего. Из списка литературы. Из сотрудников Трорисса Качества. И это игра, в которую надо обязательно играть. Ну, давайте попробуем. Ну, так ты не должен быть один, еще должны быть люди. Понимаешь, да? Нет, ну, если игра азартная, почему бы не сыграть? Да, но ты... Писать статьи в какие-то поганые журналы просто так... Нет, ты можешь просто так взять кого-то еще, хотя бы несколько статей, опубликовать вначале, а потом их выложить, сказать... Что было на что ссылаться вначале. Вот, ребята, ссылайтесь на ваши, а я буду ссылаться на ваши, соответственно. Вы мне... Вот здесь тоже список сделаешь, скажем, на философском штурме. Просто страница. Вот у меня есть страница, вот у меня список такой-то. А потом ты будешь управлять. Ребята, вы на эту статью уже ссылались достаточно. Давайте мы уберем в подвал, а будем ссылаться вот на это. Потому что хирше требует... Надо только систему понять, как обновлять. Насколько надо часто писать статьи? Чем можно чаще, тем лучше. Каждый день, что ли? Ну, а что-нибудь? По 500 рублей нам что-то как дороговато. Но ты столько не напишешь. Напишешь 180 статей, скажем... Ну, по две страницы ты можешь хоть каждый день писать. 180. 180 на две страницы. Достаточно 10 статей. Если на каждой из них получишь по 4, вот уже 10. Да. Нет, 10 статей, чтобы на них ссылок было по 10. Ну, по 10, да. Да. Вот у тебя хирше 10. Это уже очень много. Фальше статей все равно должны быть опубликованы. Конечно так. А поскольку ты сам должен быть, ты тоже сам заищешь. Еще должен быть. Тогда ты должен 40. Чтобы у тебя было 10, у тебя должно быть 40. Нет. А в одной статье можно на двух статей. Да, да, да. Ты статей может не ограниченное количество. Надо какую-то одну тему, например, чтобы все запилились сначала. Это по ним. Да не надо тебе. Ты к этому по ситуации находишься. Не важно. Ты говорю. Я пишу статью по философии, потом пишешь. А вот у такого философа встречается частица «Бы». И ссылку на него. Все. У него в хирше пошел. Или у него другого есть буква «Я» встречается. Это тоже ссылка. Я же так не буду писать. Прецеденты журнала не поставят крест на этом начинать? Не поставят, потому что палата платная. Публикация началась платная. То есть инферал, кто печатает? Как с этой статьей в первом университете Годриева-Лазовска. Первую по 1000 рублей за страницу опубликовал. Вторую у него сами попросили. У очень многих, кто пишет нормальные статьи, их просят. Потому что при всем при этом есть недостаток статей гуманитарных журналов. Им же надо отчитываться. У них есть бюджет, и они под него должны заполнить свои страницы. Они их часто не могут сделать. Поэтому они вынуждены пинговать и говорить. Ребята, вы напишите нам что-нибудь, а мы с вас плату в этот раз не возьмем. Сто в следующий возьмем, а чип через раз не дадим. Или, например, 10 публикаций по цене двух. Если есть благородное начинание, если есть только благая цель, то почему не воспользуется эта схема в действительности? Просто я так понял, что вся тема тащет, что его, не знаю, можно сказать, Игорь или мы пытались пропиариться в сети. Ну, в общем-то, как-то там пропиариться. Теперь надо пропиариться, так сказать, среди научной общественности. Госструктуру. Госструктуру. Нужно помочь реализовать. А потом уже и мировой уровень. Могешь мировой уровень. А потом уже, как бы, космический. А потом Бог. Потом просто будем посылать эти шаттлы в космос. Нет, это не будет. С статьями. А другие инопланетяне будут цитировать, что шаттл уже запущен. Там такая статья. И так далее. Ну, это вот это, Влад. Поэтому ты приходишь домой, открываешь список ваковских журналов и начинаешь смотреть, что тебе больше нравится. И под них пишешь. Расценки смотришь. Ясно. Совершенно приятно. Нет, надо попробовать. Это, кстати, из разряда, что действительно… Ты набираешь быстро. Что… Ты просто возьми вот ваш семинар с Антоном, что делали. Возьми в каждую из них, послушай там немножко и обработай. Нет, да это понятно. Я просто имею в виду, что когда есть что-то, что можно делать, да, конкретно, можно делать и делать. И тут есть чем тщеславиться. То есть есть размер, в котором можно тщеславиться. И потом это войдет в дело, и они будут рвать столько раз. Очень интересно, скажем, в философском Штурме собрать не одну группу, а две группы тут на другую ссылающихся, конкурирующих. И устроить между ними соревнования в реальном времени просто. Нет, ну у нас же на Штурме, вон-то бывает же, очень обсуждительно. Почему бы это все то же самое, только не в журналах ваканских, да? Да, да, да. Нет, ну как там, формат же другой, что ли? Какой формат другой? Что там? Ну, по нынешним-то временам это просто. Можешь подумать, как бы там написать более-менее ясную какую-то статью. И вот тут мы возвращаемся. Ну, достаточно можно завтра-послезавтра, либо месяца через четыре, через пять, как обычно, написать инструкцию по вставлению теховских символов в наш форум. Ну, у нас же вроде нет физики, математики, зачем? Ну, почему? У кого-то есть. Ну, тот же Годоров Волозовский, вот опять сталкиваюсь с ним. Он же, кстати, статью с некоторым количеством формул по философии науки. И тут мы возвращаемся к предыдущей нашей лекции, так сказать, ссылочку делаем, что называется, первую, так сказать, ступенечку. Мы яблоко хотим съесть или удовлетворить желание? Не знаю. Ну, конечно, желание тщеславной стать великими. Нет, у тебя есть... Канты как вырастают? Вот образец поднялся из всех. Я делал ссылку на предыдущую нашу эту самую лекцию. Нет, здесь надо просто понимать, что надо работать и работать в этом формальном... В этой формальной среде. Если действительно у меня сестра ничего не переработала, то сейчас пройдет массовый разгон Петербургского университета. А мы к этому не готовы. Не готовы. Ну, у нас нет тех, ни у кого. Но у меня есть, но он такой, небольшой. Почему подойдет массовый разгон? А? Почему подойдет массовый разгон? Ну, хотят реформировать людей. Ну, это правильно, на самом деле. Там ничто реформировать. Потому что там крыша, Стасик. Хотят реформировать людей, хотят, чтобы... Ничто реформировать. В Санкт-Петербургском университете, чтобы он повышался в мировых рейтингах, в нем должны быть действительно качественные преподаватели, качественные студенты. Нет, у нас уже работники. Насчет качественных студентов, это, 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 знаешь, это... Это уже задача я не знаю. Нет, ну это... Я понимаю, что взять их некуда, да, ниоткуда. Нет, сначала должны быть качественные преподаватели, которые создадут качественных студентов. Ну, много же можно создать условно. На сегодняшний день по философскому факультетам ситуация такова, что детишки приходят туда лучше, чем уходят в лучшем состоянии. То есть они работают в отрицательную сферу, в сторону. Ну, все, да. 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 Да.